Итак, друзья, продолжаем бизнес-канал. В эфире бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Сегодня у меня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор юнит-консалтинг. Тань, добрый день. Добрый день всем. Рад вас очень видеть. С прошедшими праздниками, с наступающим Старым Новым Годом. Ну, это такая формальность. Я должен тем не менее все это произнести. И уж тем более мы с вами в декабре, по-моему, прошлого года встречались. Как у вас дела-то? Отлично. Все хорошо, развиваемся. Отдохнули нормально? Да. Ну, после так тяжелого декабря, потому что было много проектов. Нужно оставить вообще новогодние каникулы в двух недельах. Да, я голосую за новогодние каникулы. Кстати, голосование надо было. Надо было голосование в эфире провести, действительно. На референдум опять-таки, да, вынести этот принципиально важный вопрос. Так, ну что ж, хорошо, значит, отвлечемся от этой темы. Тема сегодняшнего бизнес-класса. Мы, как всегда, с Татьяной обсуждаем построение, да, форму построения бизнеса. Сегодня будем говорить о филиальных сетях от старта до тотального присутствия на рынке. Вот это словосочетание мне очень нравится. Тотальное присутствие на рынке. То есть захватываем сегодня, да, все, что можно. Кстати, не всегда же, наверное, да, бизнесмен, начиная свой бизнес-путь, определяет вот такую глобальную цель стать самым-самым крутым. Или все-таки нужно что-то глобальное себе? Ну, насколько я знаю из истории бизнеса, да, как правило, есть либо амбиции, либо как бы четко формализованные цели. Но что все равно является одно-второе сильным движком. Безусловно. Но четко формализованная цель захватить весь рынок мировой, там, я не знаю, производства алюминия. Это нормально? Да. Это нормально? Да. Ну и хорошо. Так, да, давайте, значит, я напомню, уважаемые слушатели, для вас телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99, 6, код города 495. Вы можете к нам присоединиться, позвонив в студию, задав свой вопрос, либо сайт компании финам.фм, написать этот вопрос на сайте. И начнем, наверное, да, сразу же начнем наш разговор, ну и первый, для того, чтобы как-то структурировать наш сегодняшний эфир, первую тему, которую хотелось обсудить с вами, Таня, как определить будущему бизнесмену, вот что мне нужно, развивать филиальную сеть или, может быть, сеть дилерских каких-то, да, взаимоотношений выстроить, как это правильно сделать? Угу. Филиальная сеть — это всегда огромные, безусловно, вложения, собственные вложения, поэтому действительно все очень тщательно рассматривают и активно, как бы, так скажем, оценивают. Поэтому основной, ключевой ответ, да, на такой вопрос — это оценка емкости, насколько интересен тот или иной региональный рынок. Это, как бы, очень легкий ответ, хотя реально добыть конкретную информацию по нему бывает крайне-крайне сложно. Вот. В некоторых рынках реально это попроще, ну, например, на B2B рынке мы недавно делали похожий проект, оказалось, что, ну, у компаний прямые продажи, то есть у них, по сути, дилерские, ну, в общем-то, могут быть, но крайне редко. Им, вот, по сути, без филиальной сети жить... Ну, у них не было альтернативы просто, да, то есть дилер как-то сразу не рассматривался. Ну, да, ну, то есть они могли, на самом деле, делать либо прямые продажи из Москвы, либо, если они считают, что регион — это интересный, там что-то открывать, но там реально большие вложения. Мы внимательно посмотрели их клиентскую базу, обнаружили, что все их прямые клиенты — это предприятия всего из трех отраслей. Ну, остальные тоже есть отрасли, но представлены, как бы, в таком очень небольшом процентном соотношении. Поэтому мы просто взяли весь перечень всех крупных предприятий из этих отраслей, нанесли ее на карту России и просто физически получили, да, пересечения, где и как, и что, и какие регионы можно захватывать, какие необходимые. Вот в этом случае это просто, это реально простой очень метод, да. Это B2B, так называемый, индустриальный рынок, да, бизнес-то-бизнес. Если же мы говорим про потребительские рынки, там хуже, потому что там менее достоверная статистика, там приходится, как бы, к ней обращаться, и вопросов возникает очень много. Это один из таких любимых моих примеров, когда там маркетологи переоценили суммарно рынок в 2,5 раза, да, то есть это очень тяжело получается. Это плохие маркетологи или может быть... Это очень хорошие нормальные маркетологи. Нормальные? Конечно, абсолютно нормально, как бы они же хотят, чтобы руководство к ним уважительно относилось. Они говорят, наша доля рынка в 2,5 раза больше, чем есть на самом деле. Ну, то есть они говорят цифру, а потом оказывается, что это в 2,5 раза больше, чем есть на самом деле. И так поступают очень многие, не имея информации. Где-то свои амбициозные цели, где-то просто информации нет. Опять же, руководству это приятно. Поэтому так вот и получается таким образом. И здесь реально как бы сложнее. Но, тем не менее, тоже есть варианты, как это можно сделать. В свое время я помню, что косметика дорогая. Она оценивала по количеству мобильных телефонов в регионе. Например, емкость рынка и так дальше. То есть могут быть разные методы, разные способы. Но, тем не менее, это тоже реально. Они работают разные методы. Очень похоже на пальцем в небо. Ну вот, чтобы не было пальцем в небо. Почему я упомянула про косметику дорогую, мобильники. В свое время, когда-то, это были одинаковые одни и те же целевые клиенты. Когда мобильник был предметом роскоши. А косметика явно очень дорогая. Поэтому эти две целевые группы, они были одинаковые. Это одно и то же. Была прям прямая связь между тем, сколько мобильников купят. И могут купить их косметики. Потом они разошлись. И тогда это получается даже не пальцем в небо, а вообще никак. Но если мы будем отыскивать какие-то параметры. Конечные, ключевые нашей потребительской группы. Сможем их добывать. То мы сможем и оценивать наши потенциальные объемы продаж в регионе. Если мы видим, что это много. То, соответственно, решаемся на открытие филиала. То есть, по идее, все наши регионы, они должны как бы быть раз определены, так скажем, ну, примерно на 2-3 кластера. Первый кластер исключительно перспективный по раз-два-три параметрам. И там мы говорим, что мы открываем подразделение свое собственное. Мы вкладываемся, но мы уверены, что там через полгода, через 3, у кого через год, как бы оно окупится. Второй вариант – это как раз там, где емкость совсем еле-еле. Там 100% наши посредники, любые там дилеры, оптовики, другие какие-то варианты. Есть еще промежуточный часто бывает слой. И для некоторых типов бизнеса есть такое понятие, как франчайзинг. Это промежуточный вариант, он промежуточный, на самом деле, по затратам при открытии и по представленности, потому что там уже бренд представлен наш, да, то есть он как бы имеет свои там плюсы, свои минусы. И получается, что эти регионы-середнячки очень часто отдают, ну, вот своим партнерам, которые готовы работать под флагом, ну, головной компании, как бы открывая франчайзинговые подразделения, франчайзинговые точки. Ну, мы сегодня говорим о филиалах в основном, и, собственно, начиная эфир, фраза прозвучала, что при открытии филиальной сети большие вложения очень подразумеваются. Вот на что они тратятся, эти вложения? Ну, например, как бы один из наших клиентов, компания, которая работает на алкогольном рынке, у них еще торговая дистрибуторская компания, они открывали филиалы среднего размера, небольшие филиалы. Минимальный штат сотрудников 40 человек, а там прямая доставка, поэтому транспорт. Вот, то есть нужно это где-то все поместить, это должен быть офис, это оплачивание выплаты зарплаты, это плюс транспорт, то есть это затраты просто очень-очень немаленькие. Конечно, бывают филиалы, опять же, вот тот же самый B2B рынок, они открывают торговые представительства, например, там 3-5 человек, вот, арендуют там, либо, ну, каким-то образом склад, там минимальные затраты. Склад-офис, да? Ну, может быть, склад-офис, да. Вот, они могут, на самом деле, даже работать через, там, дилерские склады, то есть это тоже как-то удешевляет, ну, то есть там разные просто бывают такие дополнительные варианты, но там есть возможность сэкономить в этом случае, вот. Очень часто принято работать на B2B под заказ, ну, то есть, условно говоря, это означает, что они будут ожидать, там, 2-3 дня, пока товар придет, то есть не все располагается на региональном складе, тоже как бы вариант, да, ну, то есть там есть некоторые такие решения дополнительные, вот. А там, где мы массово охватываем какой-то массовый сегмент, ну, вот как вот я упомянула, там потребительская группа товаров, там, скорее всего, затраты могут быть очень большие, и нормально, если они окупаются, там, у многих они окупаются даже, может быть, больше, чем через год, то есть в том случае, если, ну, такое масштабное подразделение. Но реально это, опять же, это как бы каждый раз разное, это, по сути, нужно считать, то есть сколько именно. Каждый конкретный случай. Да, каждый конкретный случай. Это по-разному бывает. Ясно. Ну, хорошо, предположим, что причины для открытия филиала у нас нашлись, убедительные причины, мы все посчитали, и на бумаге все срослось, все выглядит неплохо. Если можно, давайте вот пошагово проследим, да, как филиал, собственно, начинает развиваться. От старта, да, как мы и заявляли в теме сегодня, от старта до тотального, ну, до тотального присутствия еще долго, давайте о старте поговорим пока. Да, да, совершенно верно. Ну, стартуем, мы бы очень всем советовали рассматривать на старте не, там, не пять, не шесть подразделений, а все-таки начинать как бы с одного, на котором, да, как говорилось в знаменитом фильме, там, тренируемся на кошках, да, то есть как бы такое тренировочное будет подразделение, на котором мы, там, и шишки набьем, и, собственно, сами поймем, как это делается. Очень хорошо, чтобы штат, ну, хотя бы на 50%, на какую-то значительную часть, он был скомплектован из, хотя бы на, в первый период до момента выхода на окупаемость из своих старых сотрудников. То есть это тоже принципиально важно, потому что мы совсем еще рынок чужой не знаем. Из старых, ранее работавших? Из головного офиса. А, ну, то есть из текущих сотрудников. Из текущих сотрудников. Условно говоря, командируем, да, чтобы они там поднимали. Да, ну, именно старые все-таки это люди, которые довольно досконально должны знать всю технологию работы, да, 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 вот, это вот первый принцип, который как бы ваш. Хорошо, Татьяна, спасибо, мы сейчас с вами прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем филиальные сети от старта до тотального присутствия на рынке. У меня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор компании Юнит Консалтинг. Я напомню, телефон студии 6510-99,6, код города 495, и сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться, позвонив или написав. Ну что ж, еще раз напомню, да, ход нашей беседы. Решение о создании филиала принято. Пока это один все-таки, да, один офис. Не надо сразу набрасываться. Гигантомании болеть не надо, несмотря на желание тотального присутствия на рынке. Начинаем с одного. И, собственно, как этот старт выглядит? Таня, давайте продолжим. Да, это первый был момент, кстати говоря, из этих людей, которых мы, как мы решили, берем из головного офиса и с помощью их открываем первое наше подразделение. В дальнейшем можно будет сделать, например, команду открытия. Из них. Да, из них, из них, да. Ну, кстати говоря, вот эта процедура, отдельное открытие потом, она будет воспроизводиться. Либо одного человека мы можем туда командировать, либо, соответственно, всю эту группу. Ну, либо набирать внутри компании людей в каждом подразделении, которое мы будем вменять об обязанности на какой-то период, на период старта как бы работать. Вот. Это вот второй момент, который... Прошу прощения, Таня, а как сотрудники по опыту на это реагируют? Вот вызывает меня генеральный, говорит, Олег, слушай, вот мы тут затеяли идею с филиалами, да, решили, что ты теперь будешь у нас ездить и в стартовую группу возглавлять. Меня это огорчит, наверное. Это ссылка все-таки воспринимается. Ну, считается, что вообще люди, которые готовы так вот ездить, особенно если массово действительно открывается много, это люди со специальной такой вот, ну, структурой личности. То есть, а бы кому не предложат, да? Да, это типа антистрессовых управляющих, которые готовы какое-то время реально проводить не только в полях, а как бы далеко за пределами своей Родины, так скажем, да. Далеко за пределами полей даже. Да, далеко мы иногда за пределами полей. Поэтому это не всякий личностно на это согласится. Но чисто по организационным моментам считается, что если мы именно с рабочего места отрываем человека, то есть включаем его в группу, кстати, не обязательно, что он будет там долгое время в регион выезжать, но тем не менее он должен обеспечить нормальное функционирование там любым дистанционно, через скайп, через там телефон. И поэтому очень важно, чтобы все было детально прописано, определено, регламентировано, что, например, на три месяца 70% времени он, предположим, тратит на свою основную работу, тонну 30% он должен тратить на вновь открываемое подразделение. Строится план графики, какой до открытия, после открытия, то есть какое время примерно понадобится, какие дни и недели он будет, это все согласовывается с его руководством. Он знает примерно, сколько, какой дополнительный бонус он за это получит. Хотелось бы мне тоже узнать. Да, да. Это что-то стоит ведь? Иначе это будет крайне сложно другим образом сомотивировать. Тоже, конечно, реально, но значительно сложнее уже. И при такой детальной уже проработке это бывает немножко проще, но это все равно сложно, потому что человек у нас имеет два руководителя в этот момент. На момент открытия, например, мы считаем, что нам нужна договорную базу, мы берем юриста. Соответственно, у него есть руководитель его подразделения, и у него есть теперь уже вновь директор филиальной сети, которому он тоже подчиняется, потому что он на этот период открывает филиал, он обеспечивает юридическое. Это двоевластие. Это вот такая так называемая, в менеджменте называется матричная форма управления, которая всегда очень тяжело воспринимается. Но это вот просто один из вариантов, как это открывается. Это один из вариантов. И когда филиал стартует, очень важно продумать оптимальную меру контроля. Вначале она бывает, как правило, очень жесткая, это оправдано. Максимально жесткая, с максимальным подробным информированием о том, что происходит в регионе. Это третий момент, контрольный момент, который исключительно важен. Но если посмотреть исторически, то развитие любой филиальной сети, оно на самом деле имеет определенные этапы развития. И даже сколько-то лет, мне кажется, уже 50 назад первый раз об этом, когда проанализировали внимательно огромный-огромный трасс национальные корпорации, которые тоже в какой-то момент имели филиальные сети. Потом у них группы компаний образовались. То есть они расширяться стали не только географически, но и по бизнесу, так скажем. И обнаружилось, что да, что есть определенные этапы развития таких образований. То есть все всегда начинают с жесткого контроля. И это правильно, это как бы объективно оптимальный вариант. Потом оказывается, что можно часть контроля ослабить, потому что подразделение уже примерно представляет, как оно может работать. И передать им часть полномочий по определению цены, с чем они работают, с каким продуктом. То есть им передается больше самостоятельности. И третий вариант, когда оно уже полностью самостоятельное. Вот те транснациональные корпорации, которые к нам в Россию приходят, это, как правило, офисы, которые имеют реально большую меру самостоятельности. Но они при этом все-таки формально филиалами остаются, да? Ну это дивизионы, это большие дивизионы. Вот, кстати, с точки зрения структурной организации. Это большие дивизиональные подразделения, которые охватывают, например, Африку. В свое время, до того, как я стала консультантом, например, я работала в банковской сфере. И я хорошо помню, что банковские карты, которыми мы все пользуемся, например, международная виза, платежная система, у нее Россия объединена вместе с Африкой. Семья называется. Вот, например, такой макрорегион. Звучит обидно. Нет, с Африкой. Звучит обидно. Ну, вот дивизион один. Ну да, хотя я думаю, по другим причинам, видимо, объединяли. Ну да, по общему экономическому. Не вспоминали, что не ту страну назвали Гондурасом. Да, да, да. Вот, то есть на самом высоком этапе это подразделения, которые в значительной степени как бы уже бывают самостоятельными, и минимально идет вмешательство со стороны главного офиса. Да, взаимоотношения с точки зрения контроля меняются, все более слабее, да, контроль все слабее, 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 а финансовые потоки в данном случае каким-то образом изменяются, их регулирование тоже меняется? Да, конечно, как только появляется хоть какой-то элемент самостоятельности, предполагается, что подразделение уже может распоряжаться хотя бы частью прибыли, которая зарабатывает. То есть если мы полностью контролируем, то весь доход в голову, ну, собственно, как бы, простите, но я как филиал, все мои затраты также голова покрывает. Совершенно верно. Абсолютно, то есть я в этом... Ни за что не ответить, не хорошая фраза, конечно, но можно сказать, да, что... Да, практически, да. Но, кстати говоря, вот когда такая форма работы, получается, что для того, чтобы максимально контролировать филиал, многие компании используют оптимизированные системы, да, то есть лучше всего мы видим полную картину в регионе, как бы буквально ежечасную, подливая информацию, всю оперативную информацию из регионального офиса к нам в голову, там, с каждой часа, и тогда этот вариант как бы очень хорошо работает. Ну вот, а по финансовым потокам, получается, значит, следующая ситуация. Как только появляется некоторая мера самостоятельности, он, например, 15% от прибыли, филиал может распоряжаться самостоятельно. В дальнейшем на, там, самом высоком уровне развития уже значительно больше, там, возможно, 80%, но, как правило, вся прибыль-то все равно... Не уходит в филиалу, да? Не остается, да, на филиале, но, тем не менее, как бы какая-то такая львиная доля уже, явно больше 50%, остается в том подразделении, которое, вот, ну, является экономически самостоятельно. То есть, распределение финансовых потоков, оно бывает совершенно разное. По-разному выстраивается. Ясно. Хорошо, ну, давайте теперь вернемся опять к разговору о старте, да, филиала. Какие проблемы самые, я бы сказал, яркие, самые насущные вот на этапе старта возникают? На этапе старта, вот почему я и упомянула про необходимость вызова из главного офиса специалиста, наверное, самая такая болезненная, это кадровая проблема. То есть, если, там, через какое-то время, ну, пройдет, я не знаю, там, год-два уже, директор филиала оперится, и он сможет сам формировать свой штат, скорее всего, да, то вначале получается, что мы полностью из головы должны обеспечить нормальное заполнение штатного расписания, так скажем, да, этого вновь открываемого подразделения. И дальше получается вот тоже этапная такая работа. То есть, ну, предположим, даже мы внутри провели конкурс, мы определили, что у нас там есть пять желающих, которые готовы поехать, да, это классно, потому что это уже как бы такой серьезный костяк мы создали вот этой будущей команды. Дальше начинаем работать на рынке. То есть, HR из головного офиса, например, там, не знаю, мы открываемся, не знаю, в Челябинске, мы, москвичи, открываемся в Челябинске, да, то есть нам нужно, чтобы HR каким-то образом организовал сбор анкет от кандидатов там, просто их сначала, ну, в самом таком прямом приближении посмотрел и назначил собеседование. То есть, получается, что туда нужно выезжать на собеседование. И, соответственно, если это хоть сколько-нибудь значимая фигура, начальник отдела, главный бухгалтер, ну, кто-то, кто с назначением, да, будет очень больно ошибиться, так скажем, да, с большими отрицательными последствиями финансовыми, получается, что этих людей нужно недостаточно оставлять только на мнение HR, то есть нужно, чтобы кто-то их посмотрел из головного офиса. Дальше вопрос, их или в голову вести, или, соответственно, голова выезжает в регион с тем, чтобы их посмотреть. А высокие технологии не спасают сейчас? Сейчас же есть у нас интернет, возможность по скайпу пообщаться, там, я не знаю, телемост организовать. Да, безусловно, как бы есть возможности, там, дополнительные, там, часть, часть интервью можно перенести на скайп, но он, как бы, ограничен, там, и не все всегда понятно про кандидата, и, как бы, вероятность ошибок больше, вероятность, там, ну, типа фальсификации, как бы, да, когда, там, с той стороны не совсем честно, что ли, да? Не совсем тот. Да, не совсем честно себя ведут. Вот, поэтому все равно, все равно личный контакт никто не отменял, и если это такая значимая должность, хорошо бы, чтобы, как минимум, три человека посмотрели. Три человека из головного офиса? Три человека из головного офиса. Это, соответственно... Ну, предположим, берем про... Представители HR? Да, предположим, берем про продажника. Значит, нам очень важно, чтобы руководитель отдела продаж посмотрел, действительно, первоначальный HR, предположим, он посмотрит. Дальше коммерческий директор, вот, и, ну, есть еще генеральные, есть еще люди, которые будут потом работать с ним в связке, ну, например, логисты, да, там, еще кто-то, кто примерно одинакового статуса, близкого статуса, и тоже дополнительно, как бы, может дать, там, качественную оценку, чтобы со всех сторон иметь представление. Тань, мы сейчас прервемся, у нас рубрика «Вне времени», и после нее продолжим эфир. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня тему «Филиальные сети от старта до тотального присутствия на рынке». У меня в гостях Татьяна Сорокина, генеральный директор «Юнит-консалтинг» и телефон прямого эфира 6510996, код города 495. Если у вас возникнет желание задать свои вопросы или собственным мнением поделиться, звоните или пишите нам на сайт финам.фм. А мы, тем не менее, продолжаем интересную беседу по поводу того, как же выстраивается грамотная филиальная сеть. И я напомню, Тань, вам тоже, прежде всего, наверное, да, что все это должно привести к тотальному присутствию на рынке. Не забываем об этом. Но пока мы еще стартуем, только что стартуем. Значит, об основных проблемах на старте мы заговорили. Одна из них, ключевая, это кадровая. Давайте продолжим. Кадровая проблема, да. И это, кстати говоря, один из элементов системы, именно кадровой системы, вот такой поэтапный подбор людей. Предполагается, что ошибка при этом снижается и не будет ситуации, что, например, там через год мы говорим, да, у нас вот эти филиалы плохие, потому что у нас там как бы директора плохие. То есть вот этот предварительный отбор, он получает нам, дает возможность как бы практически избежать, ну, по крайней мере, снизить вот риск возникновения вот этих вот ситуаций. Вот. И в дальнейшем уже, кстати говоря, кадровая проблема, она уходит. То есть, ну, продумываются какие-то определенные технологии, там, директору филиала передаются технологии по подбору людей, да. То есть вот этих сложностей, их становится потом меньше. Но вначале кадровая проблема практически всегда у всех стоит. Вторая как бы на старте проблема, это проблема управления именно в головном офисе, потому что, опять же, не очень понятно, как бы, а что, должны быть выделенные люди для этого или нет. Или просто сам генеральный директор теперь тоже управляет еще и филиалом в том числе. Да, периодически созванивается. Да, периодически, например, созванивается. Да, вот оказывается, что нужны специальные выделенные люди для этого. Вот. Очень часто на начальном этапе их называют куратор, и они полностью обеспечивают всю организационную часть. Вот. Что касается принципиальных вещей, многие моменты по-прежнему филиал согласует с профильными подразделениями в головном офисе. То есть куратор, он часто такие чисто организационные функции берет на себя, по крайней мере, на старте. Вот. И как бы напоминаю, что это максимально жесткий контроль. Он даст возможность не отклонения филиала от там заданных планов. То есть, ну, как бы работа в том русле, в котором как бы изначально предполагалось в головном офисе. Вот. В дальнейшем, конечно, проблемы, они множатся в плане системы управления. Вот это то, что в дальнейшем будут как бы вот эти первые кадровые вопросы как бы мы решили, а в дальнейшем оказывается, что там филиал регулярно говорит, что ему там самостоятельности не хватает, либо еще что-то, что там ему денег не дают зарабатывать. И здесь нужно будет именно правильно корректировать всю систему управления. Это вот на последующих этапах. Ну, и в дальнейшем, как мы говорили, это правильное перераспределение прибыли и доходов и расходов, то он скажем, да, как ведет туда самостоятельность. То есть, когда структура вот этого взаимоотношения меняется, да, о чем вы говорили раньше. Да, да, да. Дается все больше и больше свободы. И есть вот это вот понятие даже системы, что вот все-таки, что это означает система. Мне кажется, очень такой красивый из нашей практики был пример. Компания работает на сельскохозяйственном рынке. И, условно говоря, у них в тот момент было 11 филиалов, когда мы с ними работали. И они открывают один из филиалов в принципиально другом регионе по поводу регионов, да. Ну, скажем, вся сельскохозяйственная техника, она рассчитана на фермеров мелких. Вот они открывают на юге Белгорода. А там вообще огромные агрохолдинги. И оказывается, что техника, которая нужна маленьким, всем остальным 10 филиалам, она как бы совершенно неинтересна вот тому филиалу, который вот присутствует теперь у них на юге России. Что они делают? Они говорят, что, ну, если как бы тебе это надо, то давай ты у нас будешь основным, мы на тебя заключим, на директора филиала, дилерское соглашение по вот этой новой технике, вновь ввозимой. И ты у нас будешь главный. Во-первых, продажа по всей филиальной сети, ну и в частности у себя тоже. То есть мало того, что, да, свои проблемы ты решаешь, да еще возьми проблемы всех остальных. Да, это вот как раз классический случай, когда главное не система, а человек. То есть все положили на человека. Ну, понятно, это работать не стало. То есть где-то через полгода окончательно завалилось. Да, почему? Ну, во-первых, как бы у того человека, который есть, у него совершенно нет никаких навыков работы со всей сетью. Вот, там действительно все будут, по сути, говорить, что у меня аналогичных клиентов нет, мне как бы твоя техника не нужна. Там планы продаж они не будут выполнять. Ему как бы вменялось в обязанность планирование продаж по всей филиальной сети, как бы. Во-вторых, у него нет статуса. Никому из других директоров таких же, как он, непонятно, с чего это он как бы руководит. Ими тут, да, то есть с какой-то стати. Ну, его могли назначить старшим. Ну, он такой же как бы директор филиала. Ну, да, вроде как бы назначили, но статус-то всем понятно, что он директор филиала. Всем же известно это, что он такой же на самом деле. Ну, а в третьем у него просто на самом деле квалификация нет на того, чтобы работать, управлять продажами по всей филиальной сети. Ну, изначально-то все-таки, да, он шел как руководитель филиала, а тут мне вот, пожалуйста. Вот, поэтому какое системное решение вот в этом случае должно было быть. То есть если мы не делаем его как главным по этому направлению, то что, собственно, и было сделано? Было в главном офисе, создана специальная должность. Ну, сейчас по-разному это называют. Это или категорийный менеджер, там, бренд-менеджер. То есть когда есть какая-то определенная продуктовая группа, продукт-менеджер, да, под которую мы делаем главного по этой категории. Он сидит в голове, у него очень высокий статус. Понятно, что 50% времени он проводит в этом самом Белгороде, потому что там в основном вся клиентская база. Но, тем не менее, у него есть статус, у него есть соответствующие навыки работы со всей филиальной сетью, и, собственно, он как бы может развивать дальше это направление. Вот как бы то системное решение, там оно структурное, в первую очередь, которое обеспечивает изменение вот этих всех акцентов. Вот поэтому структура это одно из важнейших составляющих вот в системе, так скажем. Ну и вот, возвращаясь к этому примеру, все же, ну я не знаю, насколько это можно говорить о универсальном решении. Тем не менее, вот в этот момент мы опираемся на человека или на систему все-таки? Вот наоборот, получается, что первоначальный вариант, когда мы на него все возложили, мы предполагали, что он как человек вот совсем справится. Да, здесь мы сделали именно системное решение, которое включает структуру, там специальную мотивацию этого человека, продакт-менеджера, да, функционал совершенно другой, то есть... То есть системное решение было правильным, да? Да, вот новое решение, оно было уже системным, но было правильным. А есть примеры, когда наоборот это выглядит, что решение такое, выбор какого-то, да, ключевого персонажа, собственно, является правильным по сравнению с неким системным решением? Ну, на самом деле, довольно много ситуаций, например, когда опять же у нас, мы передаем больше самостоятельности подразделениям, скажем, да, у нас уже там сформировавшаяся система, мы как бы все понимаем, и тогда на месте вот первых лиц в регионах, директоров, например, филиалов, должны быть, как правило, там, харизматичные лидеры, которые ведут за собой, но и берут полноту всей ответственности, опять же. Да, да, потому что я встречала не один случай, когда компании транснациональные, крупные, они перестраивали сетки, они хотели, опять же, вот от этой жесткой контрольной системы уйти в большую свободу, но оказывалось, что 70% людей, директоров, филиалов, ей не соответствуют, они по типу личности не соответствуют, то есть это нереально. Реально. Вот, действительно, есть возможность работы, но это как бы другой уже уровень. Опять же, есть понятие представления о том, какой должен быть филиал, там, все инструкции расписаны, это еще одна, кстати, составная часть, системная составная часть, это необходимые инструкции, технологические инструкции, как должен действовать филиал непосредственно у себя там при развитии бизнеса. Причем желательно, да, чтобы, как бы, большее количество случаев возможных было учтено в этой инструкции. Хотя все это учесть, наверное, невозможно. Да, это какой-то будет бесконечный, совершенно безграничный документ. Могу сказать следующее, опять же, вот вспоминая тот свой опыт практически, потому что все такие детали, вот, про которые вы спрашиваете, они, конечно, очень хорошо там на практике видны. И я помню ситуацию, я работала в компании, где было 120 филиалов, и, собственно, как бы, они все были тоже очень хорошо прописаны. И всегда могу сказать, что возникали, вот, мы их довольно детально прописывали, эти регламенты, но всегда возникали вопросы, которые... Нештатные, да? Которые, да, все-таки, вот, либо человек это по-другому понял, либо, соответственно, как бы, он просто не был описан там. Но до бесконечности и так-то, дай бог, чтобы кто-то прочитал хоть какие-то инструкции, хоть как-то их, да, освоил. А если они будут там толстенные, кипы до потолка, то это просто, ну, нереально их просто даже читать не будут. Поэтому здесь тоже важно, как бы, понимать, что мы будем в инструкции, а что мы будем вкладывать в другие механизмы передачи опыта. Мне вспомнился один из, мне, по крайней мере, некогда известных инструкций под названием «Устав вооруженных сил». Вот там был пункт, с которым никто не спорил. Командир всегда прав. Все, без вариантов. Никакие другие, да, там, сказать, поиски уже не подразумеваются. Ну да, просто есть еще другие формы, не только инструктивные, например, мнение командира, да, в нашем случае, это могут быть другие какие-то еще варианты накопления опыта. Вот, которые тоже там передаются, там, учебные центры очень часто. Кстати, разговор о командирах. Вот вопрос у меня такой к вам, Таня. Директор филиала, рано или поздно необходимость в этой должности может отпасть, что называется, да? Когда возникает такая ситуация? Да, вот мы, это всегда, кстати говоря, очень большое вызывает удивление у многих, но тем не менее крупные компании, вот если мы говорим про тотальное присутствие на рынке, да, то есть когда мы реально там завоевали очень много, как правило, инструмент для такого развития, это вот специальные технологии менеджмента. Ну, некоторые из них там всем хорошо известны, это, скажем, там, система сбалансированных показателей. Оказывается, что если вот эта технологическая система полностью внедрена, то личной персональной ответственности директора филиала не надо. То есть вот вроде бы какая-то такая парадоксальная вещь, но если известно, что, например, начальник отдела подчиняется коммерческому, известно, по каким PPI ему наценивается, как план ему выстраивается, да, как он отчитывается, то получается, что вот опять же личная персональная ответственность человека директора филиала за работой, как бы контроль начальника отдела продажа, это не нужно, это избыточно. Ну вот, и мы встречали не одну, многие разные компании при таком очень жестком менеджменте, серьезных системах, они отказываются от директоров подразделения, то есть, да, так тоже бывает. То есть, на первый взгляд, выглядит парадоксально, да, но с точки зрения технологии уже абсолютно не нужен, да, этот персонаж. Ну, получается, что да, что так выстроена система, но могу сказать, что, как правило, это сопутствует довольно большому развитию контрольных функций, то есть бывает штат контролеров, то есть, да, мы какие-то единицы, может быть, убираем, но при этом, например, у нас есть какие-то KPI, а вот правильно ли человек ввел в систему, что у него показатель KPI именно такой, это что-то должен проверить. А, кстати, кто это будет проверять? Это специальные контролеры. Человек из головного офиса все же, да? Ну да, это специальные команды контролеров, да, которые, как правило, там либо мигрируют, вот, ну, либо многие их в аудиторско-такой, как бы, внутренний аудит вносят, контрольно-ревизионное управление часто называется, там, где-то после 10 филиалов оно же получается, как бы, жизненно необходимое компании. Не на старте, опять же, а на более поздних этапах. И действительно, они осуществляют вот эти вот регулярные проверки. Вот в взаимоотношении головного офиса и филиалов, да, очень часто, ну, я предположу, что возникают какие-то недоразумения. Ну, противостояние слово такое, наверное. Да. Лишком агрессивно, недоразумение. Как они решаются, эти недоразумения? Да, самая такая типичная проблема, что голова считает, что в регионах люди очень недалекие, они не умеют работать, не знают, как это делать и так дальше. А в филиале считают, что голова совершенно оторвалась от жизни, они не знают ни клиентов, ни вообще не понимают, что они там пытаются нам спустить сверху, потому что это вообще никак не работает. Вот это вот реально очень типичное такое противодействие. Противостояние все же, да. Ну, три способа, я позже расскажу. Как они решаются, это интересно. Давайте послушаем новости, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. В гостях у меня сегодня Татьяна Сорокина, генеральный директор компании Юнит Консалтинг. Мы обсуждаем тему филиальной сети от старта до тотального присутствия на рынке. Я напомню вам, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.фм. Вы можете к нам присоединиться, позвонив, написав, задать свой вопрос или прокомментировать, собственно, ход нашей сегодняшней беседы. В общем, к противостоянию мы подошли. Не хотела этот термин произносить, но, наверное, все-таки это правда. Противостояние головного офиса и филиальных подразделений. Вот ключевые проблемы. На самом деле первое решение, которое очень неплохо работает, это на период перед стартом очередного филиала пригласить в головной офис всех ключевых сотрудников этого филиала для, ну, типа стажировки, для присутствия на конкретных рабочих местах тех людей, с которыми они потом будут работать. Потому что, когда из региона, там, не всегда дозваниваешься, если дозваниваешься не то, слышишь и так далее, что возникает, ну, минимум непонимания, максимум, как бы, агрессия может возникать. Когда ты видишь, как работает человек, как бы, какая у него загрузка и как бы ты лично с ним знаком, вот, там, процентов 70 ситуаций, они могут уже просто изначально не возникать, там, сниматься, так скажем. Это первое решение. Второе решение, которое такое, ну, более мудреное, ну, кстати говоря, и клиенты наши, вот, когда я работала тоже с филиалами, сама мы часто использовали, называется внутренний клиент, такая технология. То есть это связано с тем, что есть некоторая такая взаимозависимость, что филиал, он, по сути, голова его обслуживает. Ну, в большинстве случаев, по сути, это, как бы, некоторый такой внутренний клиент для головного офиса. Да, поэтому, если мы распределим, вот, те ошибки в этом взаимодействии, ну, обычно это в рамках инструкции, вот, есть у нас там инструкция по логистике, там, по еще какому-то, определим, что если ошибся при этом филиал, то, соответственно, он недополучает бонус. Если, соответственно, голова, а в голове очень часто задерживают документы, там, вместо недели, там, шесть недель, например. Ну, они же голова, в конце концов. Да, да, то есть вот это самые типичные такие вещи, то, соответственно, то подразделение недополучит денег, да, бонусирование. То есть когда идет оценка качества выполнения вот этих регламентов с четким отнесением, занесением на заработную плату, это тоже отлично снижает. Вот, но если регламентов нет, то это делать категорически нельзя, просто будет безумная вражда. Наоборот, еще как бы это обострится, да. Вот, и есть еще одна такая вещь, которая не ложится ни в какие регламенты, инструкции, а так называемые рабочие созвездия. То есть очень часто получается так, что люди из разных подразделений, как бы не завязаны, вот, в бизнес-процессе продажи, но, тем не менее, они работают часто вместе, там, не знаю, какой-нибудь юрист из головы и, не знаю, какой-нибудь клиентчик, там, в филиале. Вот, но оказывается, что они подолгу, вот, они часто контактируют. Это вот рабочие созвездия, там, еще кто-то. И вот здесь вот... То есть контакт этот сам с собой, не потому, что они симпатизируют друг друга? Устроен рабочий процесс. Понятно. Вот, ну, как бы функциональные инструкции, ни там, ни там это не написано, но им приходится регулярно. Вот здесь тоже могут возникать различные терки. И поэтому вот это оформляется как именно, как рабочие созвездия, там, с регулярными встречами, там, с передачей передового опыта, вот, с одним филиалом, потом с другим филиалом, как это все устроено и так дальше. Романтичное название какое, да? Рабочие созвездия. Да, 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 это еще одна форма, которая тоже очень хорошо, как бы, снижает вот эти все противоречия, которые могут возникать. Но типично, по-любому, как бы, на это нужно иметь какие-то инструменты, однозначно. Кстати, о продажах мы заговорили, вот у нас есть вопрос от Ксении. Подскажите, пожалуйста, пишет она, можно ли иметь успех в бизнесе, ну, я так понимаю, я так понимаю, в бизнесе в целом, наверное, рассуждает Ксения, будучи плохим продажником или не имея опыта продаж? Ну, то есть, успех в продажах – это ключевой момент, да, в успешности бизнеса или нет? Ну, я на самом деле поклонница там подхода, что любой бизнес, он имеет в своей основе, как минимум, пять ключевых сотрудников. Ключевых, ну, в том смысле, что это те, кто в дальнейшем могут стать либо партнерами, ну, то есть, это не просто рядовые сотрудники. Ксения, подождите, ключевых сотрудников с точки зрения личностей или с точки зрения должностей, которые они занимаются? С точки зрения функционала, который, как бы, непосредственно к должностям имеет отношение, да, и очень часто, кстати говоря, и личностные характеристики, ну, примерно одинаковые. И вообще предприниматель, который стартует, он именно энергайзер, он именно генерирует идеи, да, он, как бы, там, со стратегическим видением, он не так часто бывает продажником. И, в общем-то, это, наверное... Не обязательно. Да, далеко и не нужно на многим бизнесам, но при этом обязательно должен быть финансист, который хорошо считает, должен быть продажник, который очень хорошо контактирует с клиентами, умеет это продавать. Это, кстати, продажники-финансисты противоположные, тоже между ними терки бывают очень часто. Вот, технологический директор, который продумывает технологию, там, ну, производства, услуги, то есть, как она должна быть технологически. То есть, каждый из них, по идее, там, коммерческий, финансовый, технологический предприниматель. То есть это люди, которые вот ключевые сотрудники, считается, что именно они вместе и имеют возможность успешный бизнес развивать. Пять вы персоналий вначале назвали, пока только три. Ну еще, да, еще кадровый, человек, который работает с кадрами внутри. То есть у нас есть технолог, у нас есть финансист, да, у нас есть продажник, есть еще кадровик, да. Ну и главный генератор творческих идей. Да, движитель, основной движитель, да, совершенно верно. Так, хорошо, о мотивации тоже начали говорить. Да, мотивация это очень такой тоже непростой момент на команды, которые работают очень далеко от вас. И здесь там понятно, что есть классическая материальная мотивация, ее никто не отменял, и как бы безусловно как бы это база. Но здесь в филиальной сети прям буквально на первое место выходит нематериальная мотивация. Чем дальше, тем больше, так скажем. Ну, например, любые командообразующие мероприятия, которые там совместные там сборы во время очередной годовщины с футбольными. Ну, Новый год прошел недавно у нас. Да, да, с любыми там какими-то командными мероприятиями, это вот исключительно как бы важно. Любые другие формы контактов поощряются. Ну, например, по поездке от одного директора к другому директору для обмена опытом. Реально, это очень важно, очень хорошо, действительно. А кто ездит, я не понимаю, от одного директора к другому? Ну, как бы филиалы, реально они, как правило, там кто-то стартующий, кто-то более опытный. У кого-то вообще лучше получается, у кого-то хуже получается, действительно. То есть, есть какой-то там разбег. И, собственно, когда принимает вот самый передовой, так скажем. Самый успешный, да. Самый успешный, да. Это всегда, как правило, бывает очень хорошо, потому что вот такие дополнительные. То есть, очень много связано с неформальными контактами, с развитием именно неформальных контактов. Вот это мотивационная составляющая. Мне очень нравится еще, у всех крупных компаний всегда присутствует так называемый кодекс корпоративного поведения. Вообще, не писанные правила. Ну, иногда и писанные все-таки, да. Да, если их написали, это получается кодекс вот этого корпоративного поведения и этики. Я знакома там с самыми разными. Ну, например, даже знакома, не знаю, там с зарубежными какими-то вариантами. Вот у нас в России есть несколько очень жизненных таких. Мне понравились телекоммуникационные компании, как составляют. Они же тоже огромные дивизионы, они там территориально хорошо представлены. Вот на моей практике было так неоднократно. То есть, ну, например, открывается в регионе филиал. Ну, вообще говоря, это большое событие для регионального рынка. Москвичи пришли, тут подразделения создают как бы. Тут же идет местный СМИ к директору филиала. Интервью брать. Интервью брать. Вот как? Вот директор филиала имеет право, не согласовав с головой, что-то сказать. И если имеет, то что он имеет право сказать? Вот описание таких ситуаций при работе непредвиденных, или, например, имеет ли право старший менеджер по продажам, имея гениальную какую-то идею, минуя директора филиала напрямую в голову, высказать это рационализаторское предложение коммерческому. Это тоже как бы, ну, какое-то правило, которое, оно не ложится в рамки обычных регламентов инструкции, но очень хорошо, опять же, раскладывает вот эту вот мотивационную составляющую, дополнительную мотивационную составляющую, кодекс корпоративной этики поведения неизменно, особенно когда компания выросла больше там 10-15 филиалов. Они там в регионах совершенно уже не представляют, что голова, как бы, чего она хочет, да, то есть вот такой тоже дополнительный документ, он очень хорошо формализует вот эти вот отношения. Ну, и в любом случае там все, что касается соревнований между подразделениями, тоже очень хорошо там по бизнесу, да, некоторые итоговые показатели по бизнесу, это тоже вроде как бы нематериальная мотивация. Нематериальная. Это нематериальная. Но по итогам соревнований, тем не менее, победители получают, как правило, там какие-то бонусы, нет? Они получают, да, они очень часто получают либо там переходящее знамя, Ну, я хотел, да, обойдемся дипломом, грамотой. Они не обязательно, да, получают именно, они получают признание, в первую очередь, они получают признание, что они лучшие. Вот, в этом смысл бывает, как правило, соревнований. Ну, дополнительно, конечно, это можно поощрить. Кстати, очень редко правильно, когда деньги дают. Вот если команду вывезут всю вместе там куда-нибудь за рубеж отдохнуть, вроде бы компания... Потратят те же деньги, да? Да, деньги-то потратят, но это все равно считается нематериальным, потому что они напрямую в карман-то не положили, поэтому считается нематериальной мотивацией. И вот эта нематериальная мотивация, она исключительно важна именно вот при такой вот масштабной филиальной сети. Ну, а с точки зрения как раз, я не знаю, вот этого корпоративного духа, это может быть даже и более действенно. Это очень важно. Чем по карманам рассовали, по конвертам, да, съездили, все вместе пообщались. По сути, да, нематериальная мотивация, это тире наш корпоративный дух. Ну, по сути, это очень близкие вещи, они как бы связаны, там, пересекаются процентов на 80, я думаю. Да, поэтому создание корпоративного духа разными способами, это вот получается очень важно. Тань, времени мало, к сожалению, да, еще столько нам с вами хотелось бы обсудить, но о тотальном присутствии на рынке все-таки пару слов надо сказать. Да, по тотальному присутствию на рынке. Но, так как у нас Россия исключительно большая территориально представленная, да, то все-таки тотальное присутствие на рынке мы очень рекомендуем делать экономически обоснованным, поэтому в большинстве случаев... То есть, одних амбиций недостаточно. Да, во всех регионах присутствовать не стоит, на наш взгляд, да, это можно совершенно спокойно передать, там, посредникам, тем же самым дилерам и еще кого-то. Но, тем не менее, понимать, какие ключевые регионы присутствуют, да, какие ключевые клиентские группы, с которыми мы работаем, да, это как бы исключительно важно. Но это зависит от чего? От того бизнеса, которым я занимаюсь, да? Траслевая составляющая, там, я не знаю, географическая составляющая, от чего зависит? В большинстве случаев, да, это все-таки графическая составляющая, потому что именно там мы открываем офис, и там мы сажаем людей в свой штат. Вот, и оценка именно вот с точки зрения территории, например, там, подразделение закрывает все, что за Уралом. Например, оно находится и в Екатеринбурге, и закрывает абсолютно все, что, да, или там где-нибудь в середине Сибири, там, в Новосибирске, где-нибудь, да, в Красноярске. Вот, и оно закрывает какую-то достаточно большую территорию, дополнительно имея, там, помощников и дидилеров в городах полумиллионников, да, где, может быть, так, не так это экономически целесообразно. Вот, поэтому такая иерархическая структура, она тоже обеспечивает тотальное присутствие на рынке, но, тем не менее, там, еще экономически более выгодно, получается, клиентам. Ну, и возвращаясь, собственно, к той идее, с которой мы начали, планируя, да, затевая или развивая собственный бизнес, нужно все-таки смотреть, ставить перед собой некие глобальные задачи, глобальные, да, цели, но не заморачиваться на них, все же, в конечном итоге, они должны быть экономически обоснованы. Да, безусловно, большинство тех предпринимателей, которые стартовали, ну, например, там, компания Макдональдс, да, на старте у них, или, там, Сэм Валтон с Волмарт, у них было огромное желание именно развивать качественный бизнес. Вот, в первую очередь, это было желание... Не задумываясь о тотальном присутствии. Да, да, а потом оказалось, что это очень хорошо клонируется. Спасибо. И, возможно, продолжается. Татьяна Сорокина, генеральный директор юнит-консалтки, сегодня в бизнес-классе. Татьяна, спасибо, что нашли время. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов в бизнесе, до свидания.